Всем привет, с вами Татьяна Андреева, основатель тренингового центра Макси Лидер. И в этом видео я хочу поговорить с вами о том, как же развивать сетевой бизнес через интернет. Но для того, чтобы вы просто не смотрели сухую теорию, какие-то сухие нравоучения, обучение, я решила пойти другим путем. И я пригласила для этой нашей беседы Валентину Маркову. Валентина является победителем нашего марафона, который проходил буквально на днях и назывался «Партнеры из социальных сетей по технике ДНК». Валентина победила в этом марафоне, и я ее пригласила к этому диалогу. Потому что у Валентины уже накопился достаточно большой опыт, который может быть интересен и вам, как именно, совмещая и работу, продвигать успешный сетевой бизнес в интернете. Поэтому добро пожаловать, смотрите это видео очень внимательно, и в конце будем рады вашим комментариям и вашим различным мнениям и вопросам, конечно же. Валентина, добрый день, спасибо большое за ваше участие, за то, что и приняли участие в марафоне, и для того, чтобы тоже согласились на это интервью поделиться с нашими зрителями своим опытом. Вот, добрый день. И первый вопрос, можно так сказать, с места в карьер, да, первый вопрос. Почему вы приняли участие в этом марафоне «Партнеры из социальных сетей по технике ДНК?» Что вас привело, почему вы туда пришли? Ну, прежде всего, конечно, название марафона. Ведь ни для кого не секрет, что рекрутинг в настоящее время – это одна из былевых точек сетевого маркетинга. И когда партнеры из соцсетей, а мы знаем, что у нас, в общем-то, все сейчас в соцсетях, и, конечно, все приходят с разной целью, но из соцсетей партнеры – это, в общем-то, наверное, самое-самое распространенное. А еще мне зацепило ДНК. Так как я врач, и, в общем-то, это имеет отношение к моей профессии, мне очень хотелось узнать, что же такое может быть в сетевом маркетинге, связанное с ДНК, поэтому я, увидев такой заголовок, я просто, не задумаю, побежала, можно сказать, бегом для того, чтобы принять участие в этом маркетинге. И, в общем-то, я не пожалела. То есть, получается, что для того, чтобы привлечь себе внимание в интернете, и сетевику, и даже не только сетевику, нужно выделяться именно какими-то вот такими неординарными вещами. То есть, вот, даже элементарное название, оно уже привлекло внимание. И я думаю, что тогда можно называть как-то свои странички, да, свои вебинары, свои мероприятия, даже заголовки постов, если будут вот такие неординарные, то будут людей они очень сильно привлекать. Но вы же вот за эти четыре дня марафона получили достаточно много информации, плюс еще вы являетесь же у нас и ученицей в тренинге «Текстомагия», где мы как раз-таки обучаем написанию текстов, да, и продвижение себя в интернете при помощи текстов. Вот какие у вас реальные уже результаты произошли, используя вот эти навыки? Поделитесь тоже с нами, чтобы тоже было другим это полезно. У меня, в общем-то, немножко в шоке от тех результатов, которые у меня начались, я скажу, наверное, на третий день от начала марафона. В интернете именно продвижение, спал заниматься где-то полгода всего, и за это время я просто изучала, что, для чего, как, как правильно делать, потому что я поняла, что просто так прийти в интернет и сразу все понеслось, поехало, так бывает, то есть нужны определенные знания. И когда до этого у меня просто, ну, была моя страничка, я пыталась там группу создавать, я понимала, что это обязательно нужно, но вот не хватало каких-то моментов, чего-то вот такого, чтобы вот раз, и все сложилось, все пазлы в кучку собрались, и получилась красивая картинка. И дело все в том, что без личного бренда, ну, это, конечно, для всех, может быть, это сейчас на слуху все говорят, да, 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 что это такое, я думаю, что до конца не все это понимают. Для того, чтобы продвигаться в интернете, обязательно нужно, чтобы о тебе узнали. Ну, как могут узнать? Узнать могут, прежде всего, конечно, соцсетей. И вот во время марафона у меня появились такие интересные наблюдения. То есть я раньше, ну, добавлялись друзья ко мне, но это было не так часто. Во время марафона я посчитала, ну, по датам, получила, что где-то около ста человек под марафон и текстомали, и каждый день по несколько человек добавляются в друзья и в подписчики. То есть для меня это сам факт оказался таким вот, ну, неожиданным. Что во мне такого, что вдруг... Да, вот перебью, да, чтобы для наших зрителей было понятно, что это не просто добавлялись друзья непонятно кто, а именно целевой аудитории, да, то есть людей, с которыми можно потом коммуницировать, приглашать их бизнес, да, правильно? Конечно, они досговаривали друзья, они писали сообщения, они задавали вопросы. Причем вопросы даже я не могла сама для себя даже как-то... Ну, почему вдруг у меня спрашиваются, например, такой вопрос, что вот у меня группа, вы не могли бы посмотреть, а вот картинка, как она вот, подходит она для этой группы или нет? Ну, в общем-то, и я вдруг стала... Поняла, что какая-то экспертность, что ли, появилась, думаю, вот это да. А самое интересное, что это началось после того, как я стала сразу же, как только вот мы начали марафон, естественно, были домашние задания. То есть я уже поняла, что если домашних заданий нет и нет обратной связи, то есть никто как бы не контролирует и не проверяет, даже, может быть, не столько это именно контроль, а в том плане, что вот мы когда что-то делаем, мы делаем, да, мы сделали, мы считаем, как хорошо, как здорово, а потом когда это вдруг проверили, или сказали, что, извините, вот это нужно убрать, это вот сюда поставить, то сюда текст заиграл какими-то другими красками, и совсем получилась другая картинка. Но вот этих подсказок на сегодняшний день, я думаю, что очень у многих их просто нет. И поэтому, когда я стала писать один пост, другой пост, и самое интересное, что меня поразило, то есть вот именно в плане продвижения, что люди, которые заинтересовались мной, моей страничкой, у меня появился один очень интересный вопрос, и, в общем-то, он закончился даже продажей, пост, который я писала, ну, может быть, месяца два назад. Там был пост о продукте, причем это вот именно продающий пост без продажи. То есть я не говорила никак, никакая компания вообще ни о чем не рассказывала, просто написала свой случай из жизни. И написала его так, что люди заинтересовались, и стали мне задавать вопросы в личке, а что это было, что это за аппарат такой, почему, где, какие результаты, где его взять. То есть это тоже, я считаю, результат именно марафона. Ведь я же его написала два месяца назад, но никто же его до этого так не заинтересовался, ну, этой продукцией. То есть получается, что сейчас вы начали писать посты, которые оживили ваши странички, и люди стали в итоге видеть и те посты, которые вы писали раньше, правильно? Да, 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 в том-то и дело, что это получается непросто, ведь иногда бывает, ну, что там, наверное, все знакомы с тем, что иногда просто лайки ставят, честно говоря, даже в стране не открывая особо пост, и почти его не читают. Но если кто-то заинтересовался, значит, пролистал мою страничку, у меня за последнее время, во время марафона, очень много появилось новых постов. Во время текстомагии я запустила свой сериал, который, в общем-то, тоже, это каждый день какие-то посты, и их очень много, то есть долистать до того, это получилось, я даже посмотрела по времени, это не так, это, ну, как бы, быстро. То есть человек заинтересовался моей страничкой и стал задавать мне вопросы. Вот это меня, конечно, очень удивило. И немножко удивило меня, сначала я даже расстроилась, а потом поняла, что, видимо, это тоже, наверное, своего рода подвижения. Стали писать мне в личку не очень, ну, я не скажу, что они очень негативные такие, но все равно сообщения, которые были, может быть, критические. Но критические вот не в том плане, что человек критикует, говорит, да, вот этого нужно сделать так, вот это по-другому, а именно с негативом. Ну, сначала расстроилась, а потом поняла, что это тоже, видимо, своего рода подвижения в интернете. Ну да, то есть вас заметили, получается, потому что когда человек неинтересен, ничего не пишут, его не критикуют, и ему вообще. А когда уже начинается и критика, и замечание, все, вы стали интересны. И я вот еще тоже хочу пояснить нашим зрителям, что вот вы говорите по поводу сериала, да, что, может, многие не поняли, какой сериал запустили. Что я вам, коллеги, да, всем хочу рекомендовать? То есть самый быстрый способ продвигаться в интернете – это запустить свой сериал. То есть вы в страничках социальных сетей каждый день рассказываете о том, как проходит дело в вашем бизнесе, то есть что вы делаете каждый день для того, чтобы достичь своих целей и результатов. Поэтому вам первым делом надо поставить, во-первых, эти цели, и понимать, как к ним надо идти, и потом просто каждый день про это рассказывать. Я, кстати, с Валентиной видела ваши посты, действительно, с сериалом, и они, ну, очень такие цепляющие и очень интересные. То есть действительно интересно следить и смотреть. И вы тоже, коллеги, можете перейти на странички Валентины, я дам ссылки на странички под этим видео, и посмотреть, как делает это Валентина. То есть лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И действительно, то есть люди заинтересовываются, появляются новые люди. Вот и все, да, то есть Валентина не бегает, никому не пристает, спам никому не рассылает, но у нее начинают появляться заинтересованные кандидаты. И это очень здорово. То есть вот сила все-таки контента, правильного, да, правильного контента, она просто велика. И, конечно, ну, надо обучаться, как правильно писать эти посты. Но до этого, вы же до этого тоже писали посты, достаточно, в общем-то, интересно. А вот сейчас, может, какие-то фишечки подскажете, буквально, может быть, парочку, как вот улучшить, может быть, тем, кто вообще и боится даже писать, и не знает, как это делать, либо там мучается при написании. Может, что-то посоветуете? Что можно использовать? Что использовать? Ну, вопрос, конечно, очень такой интересный, довольно-таки сложный, потому что сказать в двух словах, что нужно сделать, чтобы ты вот сел, написал пост, так и не получится. Для этого у нас, Татьяна, вы проводите очень интересные марафоны, вебинары всевозможные. Вот и сейчас то, что мы проходим в «Текстомагии», это вообще что-то необыкновенное. Самое интересное в том, что материал, который мы там получаем, он настолько сам по себе прост, и все это мы, в общем-то, знали уже. Но это настолько другим языком, что ли, сказано, что все становится по местам, становится прям по полочкам распадывается, и все легко получается. И, вы знаете, я стала получать удовольствие просто с самого процесса написания поста. Ну, что касается вот таких моментов, конечно, самое главное – это должен быть цепляющий заголовок, который вот просто зацепил, человек его увидел, и ему захотелось прочитать дальше. Ну, а все остальное, ну, я думаю, что нужно все-таки этому обучаться. Просто так, у самого, конечно, есть такие самороки, кто могут написать все, что угодно. У них это просто ложится вот как бы на бумагу, не задумываясь. Ну, а вообще этому нужно учиться. Ну, вот вы правильно сказали, что вот от души, да, то есть, наверное, те, кто скажет, ну, я не пойду учиться, я сам буду писать, то, наверное, самое ключевое, да, то есть это яркий заголовок, который привлек внимание, и действительно от души. То есть человек вот как думает, как говорит он, так он это пишет. То есть надо действительно гореть идеей, делом, которым занимаетесь, да, и это именно все выкладывает просто на бумаге, и все получается так. А еще, я думаю, самое основное – это то, что нужно быть честным и откровенным со своими подписчиками, друзьями, читателями. Когда ты пишешь вот то, что действительно идет от души, и именно вот честно, открыто, оно всегда воспринимается совсем по-другому, чем если это какой-то сухой текст, ну, как мы иногда там читаем где-то, и, в общем-то, он не цепляет. А вот эта открытость, эта честность, это вот доверие к людям, то есть прежде всего ты сам должен себя показать, вот какой ты есть. И после этого, я думаю, что действительно количество людей, которые заинтересуются тобой, будет гораздо больше. Валентина, поделитесь еще с нашими зрителями вашим опытом продвижения через интернет. То есть я знаю, что вы являетесь очень таким известным врачом, у вас свой бренд в медицине, вы, ну, такой очень большой специалист, то есть и у вас, естественно, загрузка и по работе, и, ну, не то, что 24 часа в сутки вы можете выделять бизнесу MLM, правильно? То есть вы выделяете какое-то определенное количество времени. И в то же время у вас это получается. Вот поделитесь с нашими зрителями, вашими такими секретиками, как вам удается, во-первых, совмещать и работу, и бизнес, и что вы используете. То есть что нужно, вот, на ваш взгляд, самое основное, что вообще обязательно нужно иметь каждому сетевику в интернете, чтобы вот продвигаться? Ну, если говорить, ну, может быть, немножечко о высоком, как говорят, то это прежде всего должно быть очень-очень большое желание чего-то добиться, чего-то достигнуть. Без этого, если нет желания какого-то, если нет какой-то поставленной цели, то, в общем-то, даже если будет и очень много времени, то ничего не получится. И я думаю, что это, конечно же, большое желание. И, наверное, все-таки моя профессия, она позволяет мне собраться в кучу, использовать то время, которое есть у меня по максимуму, то есть все четко расписать, как должна я делать, что, в какое время. Потому что, ну, в общем-то, медицина, она немножечко своеобразная отрасль жизни, потому что это не просто именно вот там какая-то профессия, это просто образ жизни. И я думаю, что сейчас вот работая и в сетевой компании, и работая в медицине, ну, ну, как-то у меня само собой все получается, все вместе, все в кучку собирается. Даже вот мне трудно сказать, это где-то вот откуда-то, наверное, изнутри идет. Хотя, конечно, для того, чтобы продвигаться, нужны какие-то еще инструменты. Вот, помимо написания постов, это, конечно, один из очень важных инструментов. Но, опять же, если брать просто вот, ну, ну, мы умеем писать посты, а дальше-то что? Они же пишут с какой-то целью, с какой-то определенной задачей. И все равно нужны еще другие инструменты. И для того, чтобы было продвижение, ведь нужны, мы всем прекрасно знаем, что нужны и сайты-воронки, и рекрутинговый сайт. И также необходима подписная база, которая нужна через рассылщик. Вот за эти полгода, что я в интернете, я освоила все эти инструменты, ну, в общем-то, все это, я поняла, что все это работает. А самое главное, что должна быть определенная четкая система. Когда все эти вот элементы отдельные, они собираются в одном месте, выстраиваются в цепочку, и тогда все получается. А какая цепочка именно у вас работает? Вот поделитесь. Потому что вы много инструментов назвали, а как вот их совмещать все вместе? Может, для кого-то это вообще первый раз, кто-то слышит такое слово? Ну, это, конечно, интересно. Ну, это, в общем-то, за одну минуту даже не расскажешь. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, ну, сайдной воронкой мы все знакомы. То есть любой вебинар, любой мероприятие, в общем-то, она идет через сайт одностраничный, на котором какая-то информация. И эта информация берется для того, чтобы человек, прочитав ее, он пришел по ссылке, зарегистрировался и пришел на какое-то мероприятие. И вот очень важно, что должно быть написано вот на этом одностраничнике, чтобы человек это заинтересовал, и он действительно почитал и понял. «Да, вот сюда я пойду обязательно, вот здесь я буду». Ну, и, соответственно, когда он оставляет свои контактные данные на этой страничке, то таким образом он создает свое согласие на то, чтобы ему присылали какую-то определенную информацию, какие-то письма. И вот через эти письма просельщики можно доносить именно гораздо больше информации людям о том, чем ты занимаешься, что ты можешь предложить, что ты можешь дать людям для того, чтобы они пошли за тобой. И из таких вот подписчиков, в общем-то, и строится команда. А вот у вас, что у вас написано на вашем сайте? То есть у вас есть уже этот сайт? Я сейчас как раз вот так получилось, что я сейчас, ну, конечно, чтобы не было рекламы, я сейчас работаю в другой сетевой компании и только начинаю мне работать. И сейчас я готовлю рекрутирговый сайт. Пока это будет, ну, моя такая тайна, потому что что будет написано. Во всяком случае, вот то, что я сейчас, чему я обучаюсь в текста магии, дело в том, что это же не просто сейчас обучение, идет именно по написанию постов. Сами по себе уже говорил, посты, они, в общем-то, ну да, они могут привлечь внимание, но они должны быть еще и для чего-то. И вот как раз ведь на наших занятиях выдают нам не только, как написать пост, но и для чего он нужен. Мы говорим ведь о целевой аудитории, мы говорим о своих каких-то целях, задачах, желаниях. Мы говорим о своем бренде. И вот как раз все это, собрав кучу, используя это, плюс есть у меня какие-то свои небольшие там моменты. Я думаю, что в ближайшее время я сделаю свой рекрутирговый сайт, который поможет мне в дальнейшем подвижении. Как именно своего бренда, так и набирать партнеру свою компанию, свою команду компании. То есть получается, те, кто пришел развиваться в интернете, им обязательно надо, чтобы были аккаунты в социальных сетях, чтобы там они писали правильные посты, вот как я уже говорила, создавали на них свой сериал, то, что будет привлекать других пользователей. Причем этот сериал может быть действительно и про бизнес, и также про пользование продуктом. Тоже человек может сказать, вот я начал принимать там какие-то витамины, я вот их принимаю, смотрите, сегодня у меня так-то, сегодня так-то, а вот тут смотрите соседке предложил, у соседки стало там лучше и так далее. То есть сериал может быть вообще разнообразный, и по бизнесу, и по продукту. И следующее, что нужно сделать, это все-таки продумать о том, чтобы создать вот свое представительство в интернете, называть свой собственный сайт, пусть даже одностраничный сайт, маленький сайт, на котором будет тоже информация о вас, о вашем бизнесе, и люди, кто будет заинтересовываться, они будут становиться вашими подписчиками, и потом вы их уже можете приглашать и на вебинары, и на мероприятия. Это, конечно, мы так очень все коротко сказали, для общего понимания. Сайты, кстати, достаточно легко создавать, море различных конструкторов. Это вот я, кстати, когда только начинала в интернете, шесть лет назад у нас же этого не было. Мы изучали HTML-коды, сложные программы, мы там рыдали и плакали, и делали. Сейчас это все, выбрать любой конструктор, создать. Но желание. Да, да. И все это действительно, чтобы было в системе. То есть социальные сети работают на создание вашего бренда, на продвижение вашего имени, на масштабирование, чтобы вас больше и больше людей установало. Сайт ваше представительство, куда вы уже собираете подписчиков. Ну и еще секретный ингредиент от Валентины, это рекрутинговый сайт, который вы с нами поделитесь, что в итоге с этого получилось. Посмотрим. Да. Я думаю, что это что-то какой-то большой, наверное, сайт, который будет практически на автомате получается рекрутировать вместо вас. Что-то такое будет. Ну да, принцип, конечно. Но они все же рекрутинговые сайты для этого создаются. Для того, чтобы действительно они работали, как говорят, 24 часа в сутки вместо нас. Но его нужно наполнить такой информацией, чтобы она действительно была нужная, ценная, полезная, цепляющая. В общем, эпитеты могут рассказать те, которые как раз то, чему обучаемся в текстомагии, они помогут мне. Я в этом просто вот сейчас уверена, потому что у меня столько сейчас разных мыслей, идей, я это все в кучу собираю. Потому что не так все это просто. Даже написать несколько заголовков, нужно написать, может быть, около ста этих заголовков, чтобы из них выбраться один тот, который действительно вот он будет к себе вовлекать внимание. Так же и все остальные элементы сайта. Для них нужно очень много стараться, потрудиться, и текстомагии очень помогают сейчас. Вот еще такой последний вопрос. Как вы считаете, вообще развивать бизнес через интернет доступно любому? Либо все-таки это должен быть человек с какими-то определенными навыками, что ли, которые приходят. Либо вот, допустим, сетевик на земле, работает и говорит, все, я с сегодняшнего дня все-таки иду в интернет, все для себя решил. Может это сделать человек? Либо все-таки надо что-то, чтобы что-то было обязательно? Ну, конечно, что-то должно быть. Если просто человек, который вот знает эту кнопку включить на компьютере, он пришел в интернет, только просто нажав еще одну кнопочку, что вот он вошел в какой-то браузер и нажал. Конечно, такому человеку нужно учиться сначала в каких-то технических моментах. Ну, дело в том, что сейчас, наверное, таких людей, которые вообще далеки от интернета и вот от всех этих моментов, наверное, уже и нет. Ну, может быть, с исключением там некоторых престарелых людей, которым нужно глубоко-глубоко за 80, хотя есть и такие, которые и в 80 лет, они еще осваивают интернет, у них хорошо получается. То есть, вот каких-то особых, может быть, таких вот навыков не нужно. Тут, конечно же, нужно, я считаю, что правильно оказаться в правильном месте в нужное время, потому что чаще всего, еще один момент хочу сказать, что одному человеку, если он пришел от интернета один, да, и вот он будет просто бродить по этим сайтам, куда-то, в каких-то подписываться, что-то читать, это никогда ничего не получится. Конечно же, нужно найти единомышленника, которые вместе помогают друг другу, потому что сетевой бизнес, это вообще-то бизнес, который основан на общении, на общении людей друг с другом и на помощи друг другу, потому что если ты не помогаешь никому-то другому, то тебе ведь тоже никто не поможет. Поэтому я считаю, что если есть вот единомышленники, особенно для сетевиков, которые работают на земле и хотят прийти в интернет, если их есть, есть человек, которые, в общем-то, могут помочь друг другу, которые могут понять друг друга, они работают в команде, конечно же, они все это смогут оскорить. Я не думаю, что вот есть что-то такое, чего нельзя понять и нужно обладать какими-то особенно качествами, чтобы получилось. Есть, конечно, отдельные, которые просто гениальные, но их же все равно не так много. Основная масса это все равно обычных людей, которые добиваются хороших результатов. Отлично. То есть самое основное это все-таки желание, желание и работоспособность. Чтобы понимали, что все-таки продвижение, что многие как, приходят в интернет, думают так, на земле что-то уже тяжело, не получают, приду в интернет и у меня все сложится. Вот сейчас толпы партнеров пойдут, сейчас у меня все. На самом деле же нет, это такой же труд, это такой же бизнес. Единственное, что мы не бегаем по земле, не слышим возражений, не слышим там каких-то негативов. У нас совсем другие инструменты, но работу никто не отменял, ее все равно нужно делать и достаточно тщательно. И надо также и профессионализм свой повышать с каждым днем и действительно обучиться и новым инструментам, которые нужно использовать в интернете. то есть это совсем другое продвижение. Конечно, лучше совмещать и землю, и интернет, то есть категорически не делай, что вот только там и все. Нет, надо все-таки найти такую золотую середину и интернет, чтобы был, ну, большую помощь тем, кто ее на земле развивает. Вот. Конечно, но то, что труд нужен колоссальный, это вот, ну, 200 процентов. Это действительно нужно трудиться. Нигде ничего не получится, если не будешь ничего делать. За тебя никто. Волшебных ног, как мы знаем, уже не бывает, которые нажал, и у тебя все получилось. Там действительно нужно приложить немало усилий. Но если есть большое желание и очень хочется, есть какая-то цель, то это все можно преодолеть. отлично. Спасибо большое, Валентина, за эту беседу. Я вам желаю и творческих успехов, и в написании постов, и также в сетевой компании, чтобы вы достигли всех-всех результатов, что вы хотите. Вашей трудовой деятельности на благо людей и на земле тоже, это очень ценно. Я, кстати, когда-то мечтала быть врачом, и потом все-таки послушалась родителей, и они у меня потомственный инженерар, и вот пошла в политический институт, о чем, кстати, жалею всю свою оставшуюся жизнь, чтобы все-таки не стала врачом. Поэтому, когда я встречаюсь с врачами, я прямо, прямо у меня такие трепетные чувства возникают. Очень здорово. Кстати, тоже совет, что никогда нельзя предавать свою мечту. Я так мечтала об этом, ну, с детства мечтала, и все-таки, да, нельзя предавать свою мечту, надо к ней идти. Вот, поэтому вам и в врачебной практике тоже успехов, и... Спасибо. Чтобы все было хорошо. Коллеги, кто посмотрел, если до конца досмотрели нашу беседу, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение по поводу того, кому стоит продвигаться в интернете, кому не стоит. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим опытом, что у вас лучше всего срабатывает, может быть, у вас какие-то есть фишечки. Думаю, что всем это будет интересно и всем будет полезно. Давайте вместе продвигайте этот бизнес. Ну, и ждите от меня тоже следующих интервью, вот тоже в таком формате, где мы действительно с участниками, настоящими участниками, теми, кто в данный момент работает, в данный момент строит структуры, при этом тоже, ну, обычные простые люди, мы в тени с луны свалились, обычные простые люди, и у нас получается. Значит, точно так же может получиться и у вас. Главное, слушать внимательно советы, выполнять их на практике, и все. Все будет хорошо. И сегодня, прямо сейчас, начните свой сериал, который мы вот рассказывали, начните свой сериал и расскажите людям о себе и о том, как вы пришли в этот бизнес, почему вы пришли в этот бизнес, что вы хотите в этом бизнесе. Напишите такой пост в соцсетях, и будет очень интересно. И дальше продолжайте рассказывать об этом. Все, всем пока-пока, до встречи в следующих видео. С вами была Татьяна Андреева и Валентина Маркова. Все, до новых встреч.